Это платье создано из натурального умягченного льна. Было создано для коллекции симберцит, которая была представлена на неделе моды в Ульяновске. Рядом красивые вышивки аммонита, ежика, платья необычных фасонов и осенние цвета. Анастасия Коршуненко занимается шитьем много лет. Любовь к творчеству передалась от мамы и бабушки. Начинала с разнообразных подушек и бортиков для колыбелек. Но после рождения ребенка решила превратить хобби в основное дело и занялась созданием детской одежды. Помог соцконтракт. Я узнала о социальном контракте от своих знакомых из социальных сетей и подумала, почему бы не попробовать. Тем более пошив одежды – это такой сложный процесс, для которого требуется достаточно большое количество материалов и оборудования. И поэтому я решила, почему бы не попробовать. Подала заявку, написала бизнес-план и был одобрен социальный контракт. От государства Анастасия получила 350 тысяч рублей. На эти деньги приобрела вышивальную, швейную машинки, оверлок, парогенератор и манекены. И дело пошло. Платья, пижамы, костюмы носят маленькие модники Ульяновска. Но первые наряды от мамы примеряет дочь Вика. В планах у дизайнера выйти на маркетплейсы. Стараюсь использовать все возможности в нашем городе. К счастью, они есть. Их очень много. И всевозможные ярмарки, маркеты. И вот как раз неделя моды в городе, где участвует достаточно большое количество дизайнеров, которые уже имеют большой стаж. И очень приятно, когда представляешь свою коллекцию на таком мероприятии. А пока Анастасия работает над новой коллекцией. Ее она представит на Ульяновской неделе моды, которая пройдет в конце ноября. Главной тематикой коллекции станет предстоящий Новый год. В целом, по информации соцзащиты, в этом году на открытие своего дела ульяновцы заключили почти 500 контрактов. Также денежную поддержку можно получить на развитие подсобного хозяйства, поиск работы и решение трудной жизненной ситуации. Анна Тищенко, Улправда ТВ.